Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал сюжет с опровержениями похищений родных критиков чеченских властей, продемонстрировав видео с родными Хасана Халитова и Ахмеда Закаева, передает Кавказский узел, средства массовой информации, выполняющей функции иностранного агента. Власти Чечни показали спектакль, при этом информации о местонахождении родных до сих пор нет, сообщил Халитов. По словам Закаева, Дудаев использовал его родственников, которых похищали несколько месяцев назад, в пропагандистских целях. Похищение родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумса Абдурахманов, Минкаэл Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя «Вайфонда» Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Хаманрайтес-центр Ичкерия Аслана Арцуева. 25 декабря 2021 года стало известно о похищении 37 родных юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. 28 декабря 2021 года правозащитный центр «Мемориал», выполняющий функции иностранного агента, направил в Генпрокуратуру, Следком и МВД России обращение с просьбой привлечь к ответственности виновных в похищении родственников чеченских блогеров и активистов, а 7 января российские и международные правозащитные организации потребовали от президента России предпринять все возможное, чтобы прекратить репрессии в Чечне и освободить похищенных. Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке «Кавказского узла», родственники как заложники, новая волна похищений в Чечне. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал дезинформацией заявления о массовых похищениях в республике критиков Рамзана Кадырова. На видео, опубликованном 7 января на его странице в Инстаграм, чеченский министр заявил, что организации Amnesty International, Human Rights Watch, International Federation for Human Rights, Наруиджан Хилзинки Коммитти, и другие, обратившиеся к Путину, не имеют ничего общего с правозащитной деятельностью. Также он добавил, что критиков у Кадырова нет. «То, что мы слышим из уст нескольких провокаторов, которые сидят в Европе, это не является само по себе критикой», — подчеркнул Дудаев в своем обращении. В качестве доказательства своих слов Дудаев привел видео с родными Хасана Халитова и Ахмеда Закаева. «На первом видеоролике двое мужчины, говорят, что у них все хорошо, и «неправомерных действий» в их отношении никто не совершал. А даже если бы они и хотели, чтобы их похитили, это невозможно, потому что в Чечне царит порядок и законность», — заявил мужчина в черном одеянии. Единственное, что нужно родным, чтобы Хасан перестал «заниматься провокациями», — отметил второй мужчина в белом одеянии. На видео, записанном от имени родственников Ахмеда Закаева, о похищении которых в декабре 2021 года информации не поступало сидят пять мужчин, — говорит один из них на чеченском языке. Запись на странице Дудаева в Инстаграм набрала к 20.00.80.63 просмотра и 169 комментариев. Авторы комментариев на русском языке вслед за министром осудили провокаторов. Хасан Халитов назвал опубликованное Дудаевым видео спектаклем. Он отметил, что власти республики могут по своему желанию вернуть его родственников домой, а затем снова забрать. «Мы прекрасно понимаем, что они могут делать любые видео, любые постановки. Моих родных не выпускают. Если они дома, то они в домашнем плену», — привел его слова Кавказ. Реалии, СМИ, выполняющие функции иностранного агента. 15 сентября 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Инстаграм озвучил угрозы в адрес проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева, пообещав «сжечь» его «в синем пламени» за упоминание Ахмата Кадырова. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов после этого пригрозил, что родственников Закаева заставят публично порицать его, если тот не прекратит критиковать власти республики. В тот же день стало известно о задержании в Ачхаймартановском районе братьев Ахмеда Закаева, а затем был опубликован ролик, где родственники оскорбляют эмигранта и угрожают ему расправой. 2 декабря брат Ахмеда Закаева после получения помощи от главы Чечни записал видео, в котором заявил, что критика главы Чечни неплодотворна. Ранее, в сентябре 2020 года, родственники Закаева потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни. Пользователи Инстаграм предположили тогда, что близких Ахмеда Закаева вынудили выступить против него. Ахмед Закаев отметил, что прервал все контакты в Чечне. По словам политика, людей, которых Дудаев показал в своем видеосюжете, забирали несколько месяцев назад, но затем отпустили, лишив их при этом внутренних и заграничных паспортов, рассказал он изданию. Его возмутило то, что Дудаев продемонстрировал его родных для подтверждения своих слов. Ведь другие люди действительно похищены. Ведь среди тех, кого забрали в Чечне, есть женщины, дети, есть даже беременная женщина, с которыми неизвестно что вытворяют. А теперь они показывают моих и чьих-то еще родственников, которые говорят, что у них все хорошо. У меня в Чечне родных больше нет, и что бы они с ними не сделали, меня уже это не волнует, говорит Ахмед Закаев. Кавказский узел также писал, что 30 декабря 2021 года в Осло и Вене прошли пикеты против массовых похищений в Чечне. Сегодня в Страсбурге намечен митинг в связи с похищениями родственников чеченских эмигрантов. Ахмед Закаев, участник Первой и Второй Чеченских войн, специальный представитель Аслана Масхадова на Западе, 2001, премьер-министр самопровозглашанной Ичкерии, 2007, 2009, объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, отмечается в подготовленной Кавказским узлом, биографии Ахмеда Закаева.